В Северском районе продолжаются ежегодные открытые сессии. 10 февраля в местном Доме культуры выступил с отчетом о проделанной за год работе глава Азовского сельского поселения Евгений Алашев. В 2021 году бюджет поселения составил более 32 миллионов рублей и реализован на более чем 99 процентов. Средства направлены прежде всего на благоустройство поселения и решение социально значимых проблем. Большим подарком для жителей стало открытие обдавленного сквера строительства тротуара по улице Ленина. В течение всего года в поселении велись работы по наведению санитарного порядка. На стадионе обустроена беговая дорожка. По словам главы поселения, несмотря на нехватку бюджета, задуманное осуществилось с помощью администрации района. В поселении остается много нерешенных проблем. Одна из самых главных – это водоснабжение. Часто жители остаются без воды. В планах – создание магистрального водопровода, ремонт артезианских скважин номер 2,5, а также проработка объекта и подготовка проектно-сметной документации для очистных сооружений и канализационной сети. Планируют в 2022 году заняться и дорогами. Завершена разработка документации по асфальтированию участка дороги протяженностью 980 метров на улице Ленина. Остаются нерешенными вопросы газификации микрорайонов Сакли и Шишманка, состояние моста в Станице Убинской по улице Виноградной. Еще одним вопросом является мост в Станице Убинской по улице Виноградной. Мост, который там есть, металлический, старый, он не выдерживает никакой критики. Мы запретили по нему движение большегрузного транспорта уже полтора года. Но так как туда надо ездить круглый год, так как там скроются люди, мы с вами тоже должны обратить внимание, уважаемые депутаты, на этот вопрос и начинать разработку проектных решений. После выступления всех докладчиков жители могли задать представителям местной районной администрации волнующие их вопросы. Людей интересовало водоснабжение и газификация микрорайона Шишманка, состояние дорог, водоотведение и нарезка кюветов. На все вопросы постарались дать исчерпывающие ответы. В адрес главы азовского поселения прозвучали и благодарности. Дети очень счастливы. Каждый поход в садик не проходит мимо этого скверика. На велосипедах, на самокатах. Это всегда очень теперь приятно проходить там, находиться, посидеть немножко с ребенком. Спасибо большое. Я ему могу позвонить посреди ночи, и он ни на одно мое предложение никогда не отказал. Он вместе с нами в сапогах на стадионе копал. Поэтому зря вы. У нас все прекрасно. Спасибо. По итогам сессии депутатский корпус признал работу главы поселения удовлетворительной. В конце встречи Андрей Тарашевский дал Евгению Аллашу ряд рекомендаций по дальнейшей работе.